Всем доброе утро! Мне очень рано, кстати, встало. Не хотела вставать, но Фили начал тарабанить. В общем, встала. Смотрите, у нас уже снежок идёт. Он, конечно, не падает, не остаётся белым. Земля всё ещё остается зелёной. Но, тем не менее, с таким нашим первым, действительно, настоящим декабрьским снежком поздравьте. У меня окна запотели. Ой, не знаю, что сегодня буду делать. Посмотрим. Типа, вау, снежок, класс. Смотри, новогоднее настроение. Вперёд! Вышли погулять, короче. Филя вот так всегда выходит и кричит. И, да, тихо, господи. Филя, ты из тебя слишком много внимания привлекаешь. Людей не бачь. Ага, людей давно не бачь. Надо сходить за пелёнками. А, грязючка. В новых этих ботях. Учё, ботях. Листьев почти нету. Всё, пау, уже вон украшают эти кабинеты. Здесь, кстати, я уже не знаю, сколько дней на улице не была. Только несколько дней я вышла на улицу. Идём. Чудо. У нас сегодня снег был. В начале видео вы его уже увидели, да? Да. Филя чокнутая. Чокнутая такая. Дурная. А, пиццачник. О, боже. Чем быстрее же бежать. Будут себя не трогать. Что-то. Хорошая такая погода сегодня. Здесь сильно холода, а не на минуса, наверное, всё-таки нет. Так что, идём. У тебя тут проходила была эта дырка. Всё-таки закрыли. Ну, вообще-то надо железное закрывать. Или чем там алюминиевое. Закрыли досточкой. Даже, опять же, это неустойчиво и неудобно. Иди. Чудо с пальмой на голове. Сидына. Кто от тебя так сильно взлякал, Филя? А? Скажи. Сейчас такой спокойный райончик. Кстати, мы уже перешли в Жовтневый. Вот там я вам раньше показывала, что там на пересечении этого уже не наш район, не Сахсанский, а Жовтневый. Мы живём на пересечении двух районов. Идём, идём. Что так? Погорячилось, что не холодно, прохладно, ветерок дует. Так, я вот жду сейчас маму. Пойдём ещё в магазин. Надо зайти в ВАО, потом в АТБ, может быть. Там ещё вещи какие-то посмотреть. Не знаю, в общем. Маму всего лишь два выходных. Планы, не знаю, какие. Потому что ей сегодня ещё надо к парикмахеру, а завтра на ногти. Потому что я не напоминаю, что у неё свадьба 9-го числа. Я что-то, может быть, сниму обязательно для вас сны. Все, конечно, но... В той возможности, какая у меня будет. Я бы сейчас с вами хотела поговорить. Ну, я хотела отдельно снять видео. Но, наверное... Что-то я всё время это откладываю. Но сейчас пока есть трима, пока есть такой момент. Волосы лезут. Я бы хотела снять вам видео на тему, что в современном мире люди очень много говорят и очень мало думают. То есть это что-то такая глобальная проблема, и о ней не нужно забывать. Потому что... Потому что... Тысячу раз потому что... Наверное, потому что... Люди без... Ну, я не могу сказать, что без мозгов. Люди все с мозгами. Но когда есть люди, у которых не закрывается извините рот, И не закрывается вообще... И человек перестаёт... Когда у человека не закрывается рот, он перестаёт понимать, что он действительно... Ну... Иногда лучше промолчать. Да? Как-то не знаю. Ну, пусть это будет... Наверное, если я сниму отдельное видео. Пусть это будет таким началом моей такой дискуссии о том, что в современном мире люди больше говорят, очень много говорят, очень мало думают. Это можно посмотреть и по жизни, да, и по комментариям, которые оставляют люди, что они лезут в личную жизнь, лезут туда, куда им, так сказать, вход закрыт. Туда, куда им блогер изначально закрыл путь. Поэтому как-то так. Пусть это будет такое обозначение, я ещё подумаю побольше на эту тему и сниму отдельное видео. Или не сниму, ну, в общем, как-то так. Ну, что-то у меня застряла эта фраза уже где-то около недели, что люди очень много говорят и очень мало думают. Хотя же это не все. Мне очень нравятся люди думающие, которые понимают, что они из себя представляют и на что они имеют право, на что они не имеют право. Что-то задумайтесь об этом тоже. Катастрофа. Они много тлез. Можете, что происходит, когда долго ногтем. Ну, у меня, кстати, редко такое бывает. Ну, ну чё. Теперь буду ждать до девятнадцатого. Подпилю его немножко. Были только что в Атабай, там кое-что купили, потом, может быть, покажу. Сейчас ещё надо в пару мест сойти. И всё. Я уже домой. Маму оставила одна. Будут стричься, что-то красить, что-то будут делать. Я иду домой сидим. Я иду домой. Короче, купила маску, хочу что-нибудь попробовать. Я на отдельное видео не буду снимать. Я добавлю к этому. Помните, я покупала глину? А это обычная, которая просто наносится, ждёт, ждёт и потом снимается. Ну, не знаю, как она будет. Я вообще хотела взять голубую глину. Но потом я вспомнила, как я её сдирала. Я пока к этому ещё не готова. Ну, может быть, я же, потому что я ещё и, в принципе, не умею. Поэтому сейчас маму подстригут. Она придёт домой. Мы ещё зашли в Алло. Короче, скоро меня ждёт очень-очень много покупок. И важных покупок. Вы это увидите, узнаете. Наперёд я говорить не буду. Что-то мы будем заказывать с интернета, что-то мы будем покупать так. Скажем так, сейчас у меня, можно сказать, всё хорошо. Во всех планах, да? Ну, я же люблю интриги, вы же знаете, поэтому всё я вам не расскажу. Ой, зараза, сегодня прохладно, ветер дует. Мама говорит, шапку не одевай, там не холодно, ага. Не холодно. Что такое? Сейчас я приеду, покажу вам маску. Что тут ещё? Мама свитер себе купила, мандаринки мы купили, шоколадку. В общем, сейчас всё покажу, то, что мы купили сегодня. Смотрим, что я купила. Вот такую маску. Наверное, я это сделала не сегодня, потому что сегодня темновато уже. Пенсивное оживление. Ага, моя катастрофа, мой ужас. Выбокое вложение, эластичная топружность такая с обезьянкой. С гиалуроновой кислотой. Animal Collection. Кстати, это классная фирма. У меня, этот, бальзам для волос от этой фирмы. Так она наносится. Посмотрим, что будет. Смотрим, что с этого выйдет. Маска стоит, по-моему, 30 гривен. Дальше. Мы купили сегодня ещё вот такие шоколадки две. Max Fun. Давно уже по акции. Что-то захотелось. Хотя, я сейчас понимаю, она шприторная. Ну, в общем, ладно. И купили вот такой новогодний уже этот. Мандарины вот такие фирмы. Обязательно тебе сюда лезть своим носиком. Такие мандаринки. В АТБ, по-моему, тоже по 26 гривен. Я не знаю, сколько вышло. Человек у мамы. Ну, что она может сказать. Вот такие две шоколадки. И две шоколадки. Маска. Там мама для себя ещё кошу купила. Она-то это не рассказывается. Не говорится об этом. Ну, в общем, вышло эти 33, блин. Где-то около 65 гривен. Маска 30. Мандарина не помню, честно, сколько. Но, наверное, килограмма там нет. Поэтому гривен 15. Вот такие сегодня были покупки.